Всем привет! Меня зовут Евгений Прохоров, и я руководитель бэкант-разработки платформы ВК МиниАпс. И этот урок открывает модуль, где мы с вами погрузимся в создание мини-приложений, а именно в его непосредственную разработку. В этом модуле мы расскажем, как создавать код мини-приложения и как использовать наши инструменты и библиотеки для быстрой и удобной разработки. Вы можете сразу открывать уроки по интересующим вас темам или смотреть их последовательно и пробовать шаг за шагом повторять их в своем мини-приложении. Мы же будем демонстрировать все на примере сервиса «Блюда дня». Можете отсканировать QR-код и перейти на приложение, которое у нас получится по итогу. В этом модуле вы научитесь верстать мини-приложения с помощью React-библиотеки VKUI, взаимодействовать с API ВКонтакте, взаимодействовать с сервером мини-приложений и авторизовывать поступающие запросы, то есть проверять, что они приходят из доверенного источника. Размещать файлы приложения на хостинге ВКонтакте, работать с хостингом статики, а также работать с фичами платформы. В этом модуле мы не будем говорить о подключении рекламы, про оплату голосами и подключении платежных систем. Для этого у нас в курсе есть отдельный модуль «Монетизация». Советую обязательно его изучить, если хотите зарабатывать на своем мини-приложении. Расскажу немного о приложении, которое будем разрабатывать. Мы решили взять простую и близкую всем тему заказа и доставки еды, где каждый пользователь сможет заказывать блюда из списка ресторанов. Каждый ресторан предоставляет одно блюдо для заказа. Приложение отображает их на карте или списком на экране. Пользователи могут выбрать блюдо, уточнить детали и оформить покупку. Мы будем отслеживать статус заказа и отправлять уведомления. После получения пользователь сможет рассказывать друзьям о заказе и приложении. Хочу подчеркнуть, что работа со списком друзей и отправка ссылок на приложение исключительно важны для продвижения приложения. И мы покажем, как это реализовать. Для удержания пользователей важно добавлять элементы геймификации, такие как рейтинг или достижение пользователя. И это тоже будет в наших уроках. Наконец, мы расскажем, как реализовывать ознакомительные экраны, которые будут показываться при первом запуске приложения. Коротко расскажу о технологиях, которые мы выбрали. Это React на фронтенде и PHP фреймворк Laravel на бэкэнде. Мы остановились на них из-за их широкого распространения среди разработчиков. Писать приложение будем на TypeScript, для сборки применять веб-пак. Для создания фронтенда мы будем использовать библиотеку VKUI и VK Bridge. Кроме того, будем использовать пакет VK Tunnel для доступа к веб-серверу на машине разработчика. Пора приступить к разработке. Вы можете повторить наше демонстрационное приложение или по примерам реализовать свою идею. В любом случае, исходный код для каждого урока для фронтенда и бэкэнда вы можете найти по ссылкам в описании видео.